Спасибо большое за приглашение. Приношу громадные извинения за то, что втиснулся поперек батьки в пекло, поскольку обязан сопровождать вашу ученицу на ее очередной триумф. Олег Николаевич, чуть я добавлю ваше прекрасное совершенно вступление. В отношении функциональных заболеваний органов пищеварения мы приходим на международном уровне, опять же, к нашим национальным концепциям. Сначала нарушается морфология, а потом функция. Вот сначала морфология, как хотите. Видите, они уже спустились. Вот эрозия. А эрозия – это что, не морфология? Вы правы совершенно. И потом опять придем к тому же, с чего мы и начали. Мы так с вами всегда, и на этом вы воспитывали. Теперь в отношении микробиота. С Мечникова все начинается. С Ильи Ильича Мечникова. И долго-долго, долго-долго потом этим мало кто занимался, а занимались у нас в России. Но некоторые наши ведущие гастроэнтерологи проклинали так называемый дисбиоз, называя его позором отечественной медицины с высоких трибун. А теперь отстало, продолжает усиленно этим заниматься. Но, уважаемые коллеги, современная точка зрения – это та, заключается в том, что все начинается с микробиоты. Сначала был микроб, а потом уже макроорганизмы. Все абсолютно там. Интеллектуальная деятельность человека тоже заключается там. Это уже известно, это произнесено с высоких международных трибун, потому что бутераты и пропионаты вырабатываются в кишке. А это есть основа на деятельности центральной нервной системы. Так, моя Дмитрия? Ну да бог с ним. Значит, давайте говорить про геликобактериоз. Пожалуйста, где у нас следующий? Вот, тоже приписывает доктор, доктор конечный, который язвы и рак могут развиваться на фоне немого воспаления оболочки. Приписывает международный, вот конечный сказал. Ну, наши-то давно говорили об этом. Бог с ним с конечным. Просто наши работы малоизвестны за рубежом, к сожалению. Мы их мало пропагандируем. А вот Барри Маршалл, оригинальный снимок, когда он был в России, он демонстрирует свою схему лечения геликобактериоза. Он наш большой друг, очень хочет с нами сотрудничать, но у нас, как всегда, на сотрудничество с Нобелевским лауреатом и средств нет, и активно с ним работают сейчас китайцы. Какие бывают геликобактеры? Да, геликобактеры видели у нас. И в частности, Игорь Александрович Морозов этот геликобактер описал. И он попал в книгу, которую Барри Маршалл выпустил, и он назвал «Пионеры геликобактера». И там есть Игорь Александрович Морозов. Только Барри премию Нобелевскую получил, а Игорь Александрович ему в свое время выхлопотали премию правительства Москвы. Так вот геликобактеры, которые бывают, которые могут вызывать развитие предракового состояния. Геликобактер пилори, хеймани, меньше случаев, остальные, они свободно живущие в кошках, в свинках, в коровах и так далее. Они не опасны для человека. Так считается, что хороший геликобактер – это мертвый геликобактер. В принципе, наверное, пока так. Хотя многие академики сейчас мне в частных беседах, кулуарах задают, я думаю, что Олег Николаевич тоже задает вопрос. Говорят, Лень, ну он же в принципе-то сопрофит, может не надо его у всех убивать? Ну, надо по показаниям. Но всех не перевешиваешь. Так, Мастрих Т4. Сейчас об этом Олег Николаевич очень хорошо говорил. Сейчас вышел Мастрих Т5, он уже в принципе опубликован, я не стал приводить сайт. Можно найти, его рассматривали. Сейчас вот была в Магдебурге европейская группа по геликобактериозу. Там говорили о Мастрих Т5 и сейчас на гастронеделе будут говорить. И мы на съезде гастентрологов тоже будем об этом говорить. По-видимому, потребуются некоторые коррективы в наше мировоззрение. Но то, что геликобактериоз является по уровню доказательности 1А и степени рекомендации А очень высокой, геликобактерное поражение желудка является первым фактором риска его рака. Теперь совсем недавно состоялся так называемый киотский протокол. Собрались киотские мудрецы, которые не совсем довольны с политикой европейцев, которые собираются в Мастрихте. И вот что было выделено там на киотском протоколе. Геликобактер является инфекционным заболеванием. А раз это инфекционное заболевание, значит отсюда все выводы. Раз инфекция, значит она заразна. Раз инфекция, значит ее надо лечить. Раз инфекция, значит возможно вакцина профилактика. Распространенность геликобактера в России до 88%. Она несколько условна, наверное, потому что в разных регионах разная. Что у нас? Вот в нашем журнале было опубликовано из Сибири 70% взрослых, 55% подростков и 43% детей заражены геликобактером. Из них соответствующим образом как А, это особо опасный, потому что это островок патогенности. Именно как А, это часть гена геликобактером микроорганизма, который вызывает как раз повреждения с клетки. Так, варианты течения геликобактера с повышенной кислотностью. То, что мы с вами изучали классически в институте, с повышенной кислотностью, это стало быть в перспективе язвенные боли 12-перстной кишки, с пониженной кислотностью, это гастрит атрофический и язва желудка. Они наиболее тропны к развитию последующего рака желудка. Вот видите, радикационная терапия. Она проведена до развития предраковых соединений слизистой оболочки, эффективно предотвращает развитие рака желудка. Значит, вот функциональные расстройства там надо, но все это очень хорошо, но когда развивается атрофия, вот тогда справиться с этим очень сложно. Поэтому, когда мы говорим с вами, получаем заключение эндоскописта, который мне пишет, а я с этим борюсь в течение всей жизни, несмотря на то, что прописано все уже. Когда эндоскопист ставит диагноз гастрита, он не прав, он не имеет права этого делать, потому что гастрит – это морфологическое заключение. А вот они пишут, атрофия и гастрит. На словах атрофия он должен ее описать, написать локализацию, взять биопсию в пяти точках. Это все надо рассказывать с самого начала. Причем на самых высоких уровнях, бияв грудь, мне об этом говорят. Нет, мы не можем брать биопсию. Недавно в одном уважаемом учреждении убедил двоих и заставил руководство издать приказ, как надо брать биопсию. Это я терапевт, учу эндоскопистов. Так, по раку желудка мы находимся на третьем месте. Причем, друзья мои, мы же с вами получаем последние, третьи, четвертые стадии. Вот это дефект нашей страны. И боль, и бич. Мы получаем третьи, четвертые стадии. И постоянно ассоциации эндоскопистов или союзных пишут о том, что больные плохо готовятся. Вот эти вот быстрые осмотры, скрининговые, тоже мало что дают. Потому что мы получаем третью, четвертую стадию. Вот недавно было проведено большое исследование, исследование Кайдзен в России, когда было проанализировано примерно около 8 тысяч. Около 8 тысяч было проведено наблюдений. И вот частота различных факторов риска рака желудка. Вот атрофический гастрит в разных регионах России. Рак желудка у родственников, положительный дыхательный тест, табакокурение, а также длительное применение ингибиторов протонной помпы. У нас с Олегом Николаевичем на памяти выступления наших коллег, которые, бия себя в грудь, говорили, ингибиторы протонной помпы на всю оставшуюся жизнь. Потому что так показали там англичане и американцы. Но бесконечно же подавлять функцию нельзя, обкладочных клеток. Это же закончится потом атрофией. И в конце концов это было показано в мире, что длительный, многолетний прием постоянных ингибиторов протонной помпы приводит к развитию атрофии. У нас есть национальные рекомендации по диагностике лечения кислотозависимых заболеваний. Вот в 2015 году были приняты пятые московские соглашения отдельно. В этом году мы сейчас на съезде, который состоится 24-25 ноября в Москве, будем пересматривать их, дополняя. Они будут называться шестыми московскими соглашениями. Но в принципе все осталось так же. Диагностики геликобактериоза, методы первичной диагностики в исследовании Кайдзен показаны. А в принципе это их два, наиболее широко распространенных. Это должен быть дыхательный тест и морфологический. А для контроля, да, и исследование кала на наличие антител геликобактериоза. Не крови, а кала. И тоже приходится всем объяснять. Хотя пишут, и все прекрасно понимают, что если в крови положительные антитела, это значит только одно, что человек либо болел, либо болеет. Либо он вылечен, но все равно антитела остаются в крови. А вот если положительный тест в калии, значит он болеет. Его сейчас нужно лечить. Так, доступность методов диагностики разная, совершенно не буду за краткостью времени. Вот первичная диагностика, гистологические и лицологические методы, быстрый урязанный тест. Контроль эффективности терапии, дыхательный тест, определение в калии. Первичный скрининг, ксиологический, пожалуйста. Вот когда скрининг, тогда да. Тогда кровь. Так, для первичной диагностики я об этом уже говорил. Теперь заявление Киотского протокола. Так, эрадикация геликобактера лапиллари – это первое требование для успешного лечения геликобактера инфицированных пациентов. Эрадикация обязательная. Уровень доказательности высокий, степень жесткая, очень стронг, и уровень консенсуса 94,7%. Двенадцатое заявление. Атрофия мукозы и кишечная метаплазия, она должна быть проведена качественным эндоскопическим исследованием. И видите, что пишут? После предварительной тренировки эндоскопистов нужно учить. И у каждого из вас на памяти случаи, когда эндоскописты пропускали и раки желудка, и раки толстой кишки. И мы уже получаем этих больных поздно. Третья-четвертая стадия, я уже говорил. Так, то же самое требуется. Аккуратное, то есть обязательное, гистологическое исследование гастритной биопсии, взятый из... Два берутся из предсердия, из... То есть, господи, из антрума... Ну, из тела, из верхней части. Так, дальше. Контроль эффективности терапии не ранее, чем через месяц после завершения приема лекарств. Не ранее, чем через месяц. Вот это исследование Кайдзен показало, что не успели люди провести, две недели пролечили больных, и тут же берут. Но не сработает, не ранее, чем через месяц. Пожалуйста, это является требованием. Когда прекращены после завершения приема всех препаратов, ингибиторов протонной помпы или H2-гистаминоблокаторов или антибиотиков препаратов ФИСМУТА. Так, что мы... Антибиотикорезистентность, когда мы говорим, это неэффективность двух курсов эрадикационной терапии. Двух курсов. Не одного, двух. Эрадикация. Ну, тут вот всякие журналы, так, показания к обязательной эрадикации. Вот когда мы будем убеждать наших коллег, в том числе и моих коллег-академиков, которые говорят, Леня, не надо, он же сопрофит. Итак, диагноз рака желудка у родственников первой линии, пациенты с новообразованием желудка в анамнезе и после резекции желудка, а здесь приходится убеждать и хирургов, которые, в принципе-то, должны начинать антигеликобактенную терапию до вмешательства и сразу же после вмешательства. Но мне же говорят, понимаете, ты его видел? Вот я на операции его не видел. Говорят маститые хирурги. Так, пациенты с атрофическим гастритом, пациенты с длительным подавлением кислотной секреции желудка, то есть длительно принимающие ингибиторы протонной помпы, пациенты, имеющие серьезные факторы риска, табакокурение, воздействие пыли, угля, кварца, то есть то, что у нас с вами раньше называлось профессиональной медициной. Так, ну и, наконец, геликобактер положительный пациент, который хотят его в себе убить сами. Но мы не можем его запретить. Так, существует, согласно заключению МАС-3-4, оно подтверждено МАС-3-5, имеются регионы с низким и высоким уровнем резистентности к различным препаратам. Так, схемы радикационной терапии, не буду на них останавливаться, они совершенно, в принципе-то, она должна быть одна, с заменой антибиотика. Потому что, ингибиторы протонной помпы, да, дальше, должны быть, амоксицелин, чувствительность к нему, слава богу, у всех штаммах, живущих в России, захоронена. Вот, вы знаете, недавно я послушал, чего я тебя отвлекусь? Интереснейшее сообщение. Значит, 25 лет назад в Альпах был обнаружен труп неандротальца, который вмерз в лед. У него выявили наличие геликобактера. Так, и знаете, какие штаммы? Штаммы, характерные для Северной Индии. Ну, это большой плод для размышлений. Я слышал этот доклад, тогда этого еще не было, они об этих штаммах не говорили. Тостка только вот нашли, нашли антитела, так? А вот то, что для Северной Индии, это было вот сейчас сказано в Магдебурге. Итак, значит, клоритромицину, чувствительность остается высокая, но тем не менее, резистентность в России достаточно высока. Сейчас я вам скажу. И вот когда вы начинаете лечить, все-таки, уважаемые господа, попробуйте в ваших регионах узнать, какова же резистентность к антибиотикам. Так? И, между прочим, к метронидозолу, потому что чувствительность к метронидозолу в России чрезвычайно низка. Наши штаммы нечувствительны. Так? И поэтому наше общество пришло к заключению на основании доказательных данных, о чем мы говорили, джозамицин. Клоритромицин может быть заменен на джозамицин. Так? Дальше не буду. Причины низкой эффективности. Ну, во-первых, факторы, повышающие приверженность пациента, если не мне, вам опытно врачам рассказывать, когда пациент понимает то, что ему надо. А еще есть факторы, когда пациент не понимает. Это значит, либо врач ему плохо объяснил, либо соседи и телевизор оказывают большее впечатление на наших с вами больных. Так, потому что по телевизору можно вылечить все, если слушать некоторые передачи. Антибиотика, резистентность, как одна из главных причин. Неадекватная антихоликобактерная терапия. Низкие дозы антибиотиков, короткие курсы терапии, неправильная комбинация препаратов в схеме, несоблюдение кратности приема лекарственных средств. Больному все должно быть прописано. Вашей рукой или под вашу диктовку рукой больного. Вот это принимать так-то. Дальше. Бесконтрольное использование антибактериальных средств сплошь и рядом, до сих пор. Насморк лечит антибиотиками, убивая всю микрофлору в себе. Так, Мария Дмитриевна прекрасно понимает. И хорошую, и плохую заодно все. Так, снимая, абсолютно снижая свои иммунные свойства организма, потому что убивается все. А весь иммунитет тоже в кишке, причем в правой его половине толстой кишки. Так, и если мы насморк лечим антибиотиками, ну как мы потом вылечим келикобактер? Он же тоже становится резистентным. Или использование некачественных лекарственных средств, характерные для нашей страны. Могут впарить все, что угодно. Пожалуйста, какое-то время назад мне понадобился рацифин. Его не было запрещением правительства, потому что он вредный, зарубежный. Отечественные мне в одной аптеке предложили севтриаксон по 19 рублей, в другой по 24. Как может севтриаксон стоить 19 рублей? Ну так не бывает. Значит там, ну бутылочка самая дороже. Так, резистентность к лоритромицину в странах Европы. Видите, она достаточно высока в Англии и снижается в разных странах. Вот она, это клеофлоксацину. Тоже в различных странах Европы. Вот в России, пожалуйста, в Питере резистентность. Корниенко, главный детский гастроэнтеролог Санкт-Петербурга. Евгений Иванович Ткаченко 37% показал. Юрий Павлович Успенский. Ну, видите, колеблется. Так, вот от 17 до 29%. А вот в Москве у нас работа была 5 лет назад, примерно 14,5% в Москве было показано резистентность к лоритромицину. Высокая чувствительность к комоксицелину остается. Ну и вот и джозамицина, о котором я с вами говорил. Теперь в отношении ингибиторов протонной помпы. Друзья мои, мы с вами тоже знаем. И в бытность мою администратором и руководителем крупного гастроэнтерологического учреждения я, как законопослушный человек, должен исследовать тогда работающим в 94-м законе и закупать самое дешевое. И мы закупали самый дешевый амепрозол. Так, поскольку там по 5 рублей, предположим. Ну, по 10. И я пришел к заключению, что нужно у больных... Мы же не могли тогда поставить фармакокинетику. У меня в институте не было таких условий. Я пришел к заключению, что надо спрашивать у больных. Скажите, а сколько капсул амепрозола устраняют у вас обычную изжогу? И если хороший импортный генерик нужно было 2 капсулы, то хороший российский дешевый препарат, но от 4 до 6 капсул. И вот это вот мой вам практический совет. Как спрашивать у больных, чтобы знать биологически активную дозу амепрозола, в том числе и производящего. Теперь вот видите, когда были внедрены всякие амепрозолы, то заболеваемость органов пищеварения, в зависимости от продаж амепрозолов, российских препаратов, она осталась на том же самом уровне. Я знаю по количеству желудочных кровотечений в Москве. Вот как оно было, примерно 2,5 тысячи с момента моего начала вступления в должность главного терапевта, такой она и осталась. Это значит, что результат мы имеем один. Как не лечи, все равно кровотечение разовьется. Ну, кстати говоря, в том числе, потому что больные принимают и нестероидные противоуспалительные препараты так, как хотят. Но это уже другой разговор. И, кстати говоря, тоже нужно прикрывать чем-то. Так вот, об этом же пишут хирурги. Теперь Пасечников показал, что назначение АМЕЗа, это вот доктор Эдис, доктор Эдис Амепрозол, с повышением его доза, обычная доза, она по качеству оказывается более эффективной, чем та же самая дозировка, те же аналогичные Амепрозолы других производителей, но в основном российских, в различных клинических ситуациях. Теперь еще один момент. Как узнать, то больной подкупил в аптеке или не то? Потому что аптека тоже продаст. Кстати говоря, в аптеках ведь сейчас вы почти не встретите фармацевта. Там же спрашивают что-то бесполезно. Был министерский приказ, очень строгий, согласно которому все препараты мы, врачи, должны выписывать по непатентованным международным наименованиям. Попробуйте спросить в аптеке. Вам никто ничего не скажет, потому что там работает не фармацевт, а продавец-кассир. И она не имеет никакого медицинского образования. Ей нужно называть торговое наименование, потому что она не... Про себя и про ЗОО она не скажет. А если вы скажете там ОМЕЗ или там УЛЬТОП, ну да, она скажет. Вот ОМЕЗа нет, у нас есть заменитель УЛЬТОП. Или УЛЬТОПа нет, у нас есть заменитель ОМЕЗ. Или что-то такое. Ну, друзья мои, это жизнь. Ну, министерство, оно же там живет. Значит, вам нужно знать. Да, и продадут еще контрафакт. Поэтому в каждом ЛПУ, в каждой аптеке есть министерский приказ, регулярно обновляемый, о запрещенных препаратах, запрещенных к продаже на территории Российской Федерации. Вы вправе это спросить. И там перечислены и наименования торговые, и производитель, и серии препаратов, которые на данном этапе запрещены Минздравом. С тем, что наши больные глотали качественные препараты. Ну, вот теперь, значит, вот проблема на уровне правительства, качество, это мы с вами прекрасно знаем. Газета «Московский комсомолец», вон Юлия Калинина, которая, наверное, ко всем нам, кастинтерологам, приходила, вот она опубликовала целый список препаратов, которые в аптеке впаривают под хорошими торговыми наименованиями, известными брендами. Ну, пойдем. Так, биодоступность. Биологическая доступность ингибитора протонной помпы зависит от метаболизма, в частности. И не только от цитохрома P450, но вот этого эти, C и P2C19. Вот это вот цитохром, который влияет, определяет метаболизм ингибитора протонной помпы. Они бывают разные, потому что каждый человек, он сугубо индивидуален к ингибиторам протонной помпы. Так? И вот есть медленные метаболизаторы, а есть быстрые метаболизаторы. Так вот, где-то вот эта Маша, по-моему, Левзан из Омска, показала, что у медленных метаболизаторов ингибиторов протонной помпы темпы рубцевания язвных дефектов и эффективность эрадикации выше, чем у быстрых метаболизаторов и промежуточных. Так, поэтому предложены были высокие дозы ингибиторов протонной помпы. Мы с вами не можем определить, кто быстрый метаболизатор, а кто медленный. Ну, может быть, это черта характера, я, точно говоря, не знаю. Так, вот. Поэтому нидерландцы, которые сейчас нападают на нас всячески из-за своего самолета, рекомендуют увеличивать в два раза дозы всех препаратов, за исключением рыбепрозола. Так, амепрозол, известно, что он усиливает действие клоридромицина. Это показал Виктор Дмитриевич Пасечников на большой друг. Вот была программа Парад, которая предложила такую схему амепрозол, Денол, Флемаксин, Силютаб, Дивельпрофен. Так, это вот препараты, это амоктицелин и клоридромицин. И добавляют еще Висмута-Трикоризм. Итак, уровень эрадикации определяется совокупностью нескольких факторов. Первое, приверженность пациента, он должен понимать, друзья мои, ну, это объяснить мы можем. Так, дальше, резистентностью к антибиотикам. Ну, вот это надо знать, но как определить, точно пока не скажу. Париморфизм цитохрома, не знаю, внутригастральной кислотностью и лекарственным взаимодействием. Но нам нужно иметь представление о чувствительности локального штамма к антибиотикам, а это забота, Олег Николаевич, наша региональная. Мы это должны с вами каким-то... Сейчас у нас новый, вы знаешь, наш новый главный гастроэнтеролог Москвы? Кто? Бордин. Бордин. Наш с вами человек. Замечательно. Замечательно. Выявить генотип больного по отношению к метаболизму. Можем мы это сделать? Ну, может быть. Так. Увеличить рекомендуемую дозу ингибиторов протонной помпы в два раза. Можем? Можем. Так. Убедиться в биоаквалентности качестве планируемого к назначению лекарственного препарата. Можем? Можем. Итак, вот эта схема АМЕЗ, филимаксин, салютап, филипрофен, Денол. Дальше. Важно знать для каждого врача, что АМЕЗ в дозе 20 мг единственный ингибитор протонной помпы, у которого официально вот этот вот министерский приказ разрешены двойные дозы при эрадикации и увеличении курса до 10-14 дней. Официальный Минздравовский документ. Не бойтесь увеличивать дозу в два раза. Именно АМЕЗа. Так. Спасибо за внимание. Спасибо.